Привет, народ! Сегодня я опять на картинге. Небольшой трипчик в соседний регион, Воронеж. Картинг-клуб Адреналин. Тут проходит у них какой-то турнирчик многоэтапов, но мы решили застыщить на один этап. Катером, так что, думаю, с небольшим трудом все-таки сможем отжать хотя бы одну позицию с подиума, и это будет достаточно круто. А так будем смотреть. Все-таки без вката давно здесь не катались, так как, ну, последний раз, когда это происходило, это была вот открытая здесь трасса. Ну, частично, вот одна открытая трасса, там она еще уходит за сам ангар. И по ней без каких-либо сложностей мы как раз и отжали кубки. То есть я занял первое место, сокомандник Виталий занял третье место. Потом приехал через неделю на следующий этап, отжал у них первое место опять. Ну, короче, ребята здесь были на тот момент не особо конкурентоспособные. На данный момент ничего не понятно, насколько кто что едет, но предыдущую этапу выкладывали фотографии ребят, которые выиграли. И знаете, по ихнему виду не скажешь, что они нам конкуренты. Все-таки я как бы слежу за весом и стараюсь себя удержать в кондиции, чтобы можно было не только на скилево возить, но еще благодаря весу. А те ребята, ну, явно весят, ну, килограмм на десять больше меня. Так что ли, у меня должен быть хороший запас по этому всему. И вероятность занять тумбочку подиум очень большая на москве. Хотя сама трасса давно не менялась у них, она старая, вот именно что в ангаре. И я бы сказал, она нихрена не обгонная, там два места на торможениях это реально залезть более-менее как-то, если карта еще позволит. А вот когда у нас были у него гонки, тоже у нас чемпионат Булковский был, мы здесь проводили его. И мне карт попался такой, что, ну, потенциально могу держаться абсолютно за противником передедущим, точнее, да, за противником передедущим, но сделать атаку нереально. Еще торчащие покрышки в некоторых местах, которые просто не дают тебе подлезть в нужную траекторию, создают серьезную проблему. Я думаю, с этим столкнусь абсолютно точно так же и сейчас, но может быть просто, как бы сказать это, с прошедшим лет я набрался чуть больше опыта и у меня наверняка будет больше возможности сделать правильную точную атаку, чтобы выиграть себе позиции. Все-таки Орел меня достаточно много прокачал с такими затычной трассой, где буквально одни повороты, нет почти прямых, и все обгоны проходят через небольшой контакт, влезая и оттесняя противника. Здесь будет, наверное, примерно то же самое. Вот так вот, ребята. Ну что ж, давайте я вам покажу немножко трассу, что она сейчас представляет. И будем ждать брифинг, он там вроде бы должен начаться в 8 часов. Итак, что же будет сегодня происходить и каким образом? Этап соревнований будет проходить в 3 этапа. Первый этап – квалификация. Даром я ничего вам не расскажу. Второй этап – полуфинальный заезд. Третий заезд. Третий этап, вернее, третий этап – это финальный заезд. Квалификация. Так как у вас 21 участник, будете разбиты на следующие группы – 5, 5, 5 и 6 человек. Задача в квалификации – показать время. Просто лучше время на протяжении 5 минут, для того, чтобы разбить стартовую сетку по полуфинальной заездах. Второй – полуфинальный заезд. Как я уже говорил, составы остаются приятными 5 человек, 5 человек, 5 человек и 6 человек. Из них, по итогам, где борьба будет проходить за позицию, победитель полуфинального заезда, один победитель, автоматически добирается в финал. В том заезде, где 6 человек, первая и вторая позиция добирается в финал автоматом. Третья и четвертая позиция составом 5 человек уходят в утешительный заезд. Четвертая и пятая убывают абсолютно. Вопросы? Там, где численный состав 6 человек, первая и вторая автоматом уходят в финал, третья и четвертая добираются в утюжок, пятая и шестая убывают. Из утешительного может в финал попасть? Да, для того он и создан. Там будет происходить тайм-атака, нужно показать лучшее время. Добирается один человек. Утешительный заезд будет проходить в 2-2. Что? Тайм-атак с довесами? Конечно. Я знаю, что ты их не видишь. Третья и четвертая. Поэтому мы тебе дополнительные груза поставим. А довесы до скольких киргал? Сейчас мы взвесим. И, соответственно, скорее всего будет нижняя парабола 85 кг. Вопросы есть? Все всем понятно? Да. Квалификация 5 минут. Полуфинал 15 кругов? 20 кругов? 20 кругов. Утешительный заезд 5 минут. Финал 25 кругов. Полуфинал и финал. Борьба за позицию. Квалификация утешок. Тайм-атак. Нет. Еще вопросы? Готов ответить. Утешительный. Утешительный. Загעкация 2 минут. Система будет даже более разразована. Возможно, даже будет... Так как у нас соревнования, это этапы соревнований, такой-то раз в две недели, возможно, будет даже отбор на этапы, другие годы. Быстро набираем вес, и что-то, кажется, начинаем не успевать. Возможно, и купил, может быть, еще машинки, чтобы вам там было веселее до 10 человек. Но это будет совсем жестко. Нет, лучше уже побольше пространства купить. Тоже об этом думаю. Но нужно найти площадь, куда это все идет. А там сзади разве нет асфальтин? Там все занят. Занят. Оно хоть и разрушено, но уже кому-то принадлежит. Да, печаль. Типа давать они не хотят. Я понял, печаль. Это центр города. А если хотят, то очень дорогие. Я понял. Еще вопросы желательно по каркангу. Тогда сейчас начинается этап заверживания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать... Добро пожаловать... They say, they say... If you were me, could you defend... With the old times... They say, they say... They say, they say... They say... They say... They say, they say... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 прорваться своей шестой позиции надо поделом, а скорее всего может быть даже не забрать футбол сегодня так что ребят наблюдайте, сейчас скоро будет для вас анборник, а для меня вот будет этот кончик а Продолжение следует... 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 Сомкнулись. В групповую, да. В тем, в тем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!